Здравствуйте! Здравствуйте! Это программа «Свобода мысли», и мы собрались сегодня, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. В первую очередь, позвольте выразить соболезнования всем родным и близким погибших на борту авиалайнера президента Польши и всем полякам, потому что от этой авиакатастрофы содрогнулся весь мир. Мы бы хотели начать программу с людей, которые буквально на днях общались с теми, кто так трагически подгиб под Смоленском. Пожалуйста, Артем Мальгин. Да, действительно, это очень... Я испытал по-настоящему шок, даже как-то не верилось, потому что 7-го числа российско-польская группа вместе с делегациями премьеров участвовала в торжественных мемориальных событиях, переговорах, которые происходили сначала в Катыни, потом в Смоленске. И многих из этих людей, которые были сегодня на борту президентского лайнера, мы видели. Потом мы со многими работали. С тем же Анджием Крэмером, заместителем министра иностранных дел Польши, или Анджей Пшевозник, известный польский историк и общественный деятель, член нашей группы. И тут, кстати, возникают вопросы, что вот... Или такое понимание, что очень много надо решать вовремя. Да, у нас там осталось с ним по нашей совместной работе какие-то неснятые вопросы. А нам, честно говоря, в Смоленске уже не хотелось это делать. Мы оба устали. Договорились, что... А, до следующего раза созвонимся. Ну вот, созвонились. Или совсем неожиданно я вдруг обнаружил среди списка погибших вообще своего однокурсника, однокурсника Фомгимо Александра Федоровича, который работал уже непосредственно с президентом Лехом Кочинским. Так что ситуация такая, действительно, очень какая-то неприятная и очень личная. К сожалению, Михаил Гусман, который лично знал президента и его супругу, не смог присоединиться к нашему разговору. Давайте посмотрим фрагмент интервью с ним. Среди погибших было несколько человек, с которыми я имел честь быть лично знакомым. И в этом смысле слова, это для меня и личная утрата. Мир в памяти президенту Польши, хотя в отношении него было выпущено немало стрел с точки зрения его восприятия нашей страны или реакции на те или иные наши решения. И, в общем-то, вот то, что он хотел прийти в Катынь, то, что он собирался принять участие в Параде Победы, все было о том, что мы действительно как бы становились на позиции лучшего понимания друг друга. Давайте посмотрим. У нас есть практически последний кадр посадки в этот самолет. Это стоп-кадр момента, когда президент Польской Республики входил в тот самолет, который так и не приземлился в Смоленске. Паня Рома, хотелось бы к вам сейчас обратиться. Среди людей, которые были в этом самолете, также были ваши друзья и знакомые, да? Вы знаете, ну нет слов, нет слов, потому что само событие, которое должно было состояться, сам факт посещения Катыня президентом Кочинским, как бы должен поставить был вот эту точку, закрыть эти страницы в каком-то смысле. Все ждали, что начнется новый этап в отношении России и Польши. Я как полька, конечно, живущая в России, знаю чаяния народа польского. Поляки очень хорошо относятся к русским. Вы говорите о том, что в Польше к России относятся дружелюбно и очень с большим теплом. Не думаете ли вы, что эти события трагические смогут каким-то образом повлиять в худшую сторону на отношения, что будут связывать эту трагедию именно с тем, что это произошло на территории России? Не другие могут, конечно, воспользоваться этой ситуацией, и как бы не другие России и Польши, и поднять какие-то разные инсинуации, я бы так сказала на этот счет. Что касается народов как таковых, я думаю, что горе человеческое, оно всегда объединяет. Я не думаю, что это рассорит наши народы, а наоборот нас сблизит. Ну, тем более, что максимально, по-моему, сейчас, насколько это возможно, все открыто в информационном поле, и наше российское руководство и польское руководство, по-моему, постоянно были на связи в эти дни. Будем надеяться, что, конечно, так оно будет. Пожалуйста, вот ваше ощущение от этой беды. Абсолютно точное ощущение этой беды, как русской беды. Многие, очень простые люди, далекие от Польши, от политики, очень переживают. Это правда. И это, кстати, дает надежду, о чем вы спрашивали, что эта трагедия не создаст новые расколы. Катынь, не сама Катынь разъединяла трагедия. Польский народ прекрасно понимал, что это, в общем, трагедия связана со сталинизмом, с этим страшным периодом. Хотели правды, правды хотели. Но сама по себе, честно говоря, вот это мистика, жуткая мистика истории. Только вот эта встреча Туска и Путина, они берутся за руку. Путин встает на колени перед гробом польских офицеров. И сделано чрезвычайно много для сближения, и опять вот какой-то злой рук, и судьба, и опять эта трагедия, в данном случае уже польского руководства, опять польского народа. Это говорит о том, что в этих российско-польских отношениях, это много, честно говоря, мистики какой-то. Это какие-то два несчастных славянских народа, которые вот на поприще человеческой истории. На самом деле я чувствую очень близкие друг к другу. Многие русские не знают, насколько они близкие полякам, и поляки не знают, сколько к русским. Многие русские... И насколько вот эта мистика истории всё время сталкивает и преподносит эти драмы. Но я думаю, последняя фраза, что... Я знаю психологию польского народа, что драма, если она вместе с правдой, она очищает. Она очищает и она просветляет даже. Александр Сергеевич, Вы сказали, что наши народы очень близки. В чём близость? Русский человек встречает незнакомого, начинает рассказывать о своей судьбе, о своей семье, о себе и всё на свете. Никогда немец, никогда. Ну, это я вам рассказываю Бердяева. Поляк то же самое. По настрою вот этому камертону души, вот это такая экзистенциальная, поэтому... Вот даже вот поляки, но не все поляки, кто жил в Польше, знает, да, там русок или там советский. Значит, начинается выяснение в ресторане. Выпили... Ну, 200 грамм надо, правда, выпить. Потом, если интеллигентный человек, всё, общий, Достоевский, они... И, кстати, Ян Павел Другги многие не знают, он очень любил Достоевского и считал его самым величайшим писателем истории человечества. Вот. И потом начинается уже вот такое общее культурное поле, и оказывается близость. Учтите, любой образованный поляк очень хорошо знает русскую философию, русскую культуру. С вами по-прежнему программа «Свобода мысли». И сегодня мы говорим о людях, которые погибли в авиакатастрофе под Смоленском. Вокруг любой трагедии, помимо искренней скорби, сразу появляется много спекуляций. И журналисты уже обозвали это так называемой «новой Катыни». Надо отдать должное и российской, и, наверное, польской прессе больше. Всё-таки пока освещение этой трагедии идёт очень корректно. Очень корректно, наверное, потому что были сделаны правильные шаги. Потом всё-таки очень многие журналисты, которые сейчас пишут, передают репортажи, делали это с самого начала трагедии, они присутствовали вот на том важной встрече премьеров в Катыни, уже ждали самолёт с Качинским. То есть это был такой как бы живой информационный поток, и здесь врать или что-то придумывать было не очень хорошо. Теперь, что касается вот этих людей, которые как бы спекулируют, злословят, подначивают, что вот, мол, разбились там люди, которые не очень любили Россию. Но надо понимать, что за вот эти годы президентства Качинского произошла очень серьёзная эволюция. И самого президента, который, кстати, несмотря на то, что вот он традиционно ему клеился, по крайней мере, в начале его президентства верлык русофоба, на одной из таких приватных встреч попытался его снять, и сказав, говорит, да какой я русофоб, когда я знаю единственный иностранный язык русский, а там мой дедушка или прадед был русским офицером. Это, кстати, о взаимосвязи. Так вот, этот президент проделал достаточно серьёзную эволюцию, и, в принципе, его ожидали уже на праздновании 9 мая в Москве на параде. Это очень серьёзный шаг, да, потому что мы знаем, что будет участвовать в этом параде, и, надеюсь, это всё состоится, парадный расчёт войска польского. И те люди, которые были вокруг него, это не только представители партии, которая очень разнородная партия, которая консолидировалась, по большому счёту, из различных групп перед самими прошлыми президентскими выборами, и плюс это огромное количество экспертов, которые работали с Россией, с которыми был установлен диалог. Вот это действительно серьёзная кадровая потеря, которую придётся восполнять. Но есть ещё, может быть, это будет замечание, циничная такая двуглавость польской исполнительной власти, и определённые трения, которые существуют между премьером и президентом, они привели к тому, что значительная часть людей приехала с премьером 7-го числа. И, ну, в силу текущей занятости, в силу каких-то ещё причин, их, к счастью, не оказалось вот на этом президентском борту. Хотя надо понимать, что это действительно огромный слой высшей польской элиты. Кем он будет сейчас заполняться, как он будет заполняться, это всегда проблема. Когда появляется новый человек хороший, он плохой, какое-то время уходит на установление контакта. И вот это может где-то давать, я надеюсь, всё-таки тактические сбои в российско-польских отношениях. Потому что главная вещь была сделана. Была сделана с этим совместным посещением Катыни. Когда оба премьера, ну, чётко дали понять, всё, позиция по этому главному сложному историческому вопросу единая. Не может быть двух мнений. Александр Александрович, вот к вам хотелось бы обратиться с тем, что действительно кричайший случай, когда большая часть польско-политической военной элиты, религиозной элиты, службы безопасности погибли. Вот как это сейчас в Польше может быть оценено, и сколько уйдёт времени, чтобы вернуться вот на тот уровень отношений, который достигли последние дни? Я согласен с тем замечанием, что обязательно появится кто-нибудь, особенно при нынешней информационной ситуации, в благосфере, в интернете, появятся те, кто начнут говорить, ага, самолёт какой? Ту-154, сделан в России. Где он недавно проходил очередную техническую проверку? На заводе в Самаре. Ему выдали сертификат. Ну, теории заговора, вообще говоря, очень модны были, а в своё время и у нас, и найдутся люди, которые это скажут. Но это будут люди очень недалёкие и люди, которые не хотят добра нашим странам. Потому что, на самом деле, если угодно, то, что сейчас случилось, это, если не указующий перст, это испытание, которое нам послали. Может быть, это последнее большое испытание перед радикальным изменением российско-польских отношений. Испытание общим горем, испытание общей бедой, и испытание на прочность того, что мы отказываемся от стереотипов прошлого. Потому что это ведь очень трудный и болезненный процесс. Вообще, строить современную политику на психозах прошлого – это очень опасный путь. Ведь мы можем вспомнить, что ЧК в России организовывал польский помещик Феликс Дзержинский. Мы можем вспомнить, что Москву, кроме татар, захватывали дважды. А это были французы и, всё-таки, тем не менее, польско-литовское воинство. И предъявлять до бесконечности друг другу счёты. Мне кажется, как раз в последние дни мы и вышли на тот уровень разговора, когда... Да, но здесь произошла остановка. Вот я согласен с Артёмом, что обязательно будет временной откат. Потому что сейчас пойдут, будут объявлены в скорости, не внеочередные президентские выборы, начнётся борьба за посты. Кем будут заполнены? Ведь очень большая часть элиты уничтожена. Говорят о том, что такого подобной катастрофы не знала вообще новейшая история человечества. Чтобы вот в одном самолёте это случилось с таким количеством руководящих и весомых государственных фигур. И это, если угодно, испытание для нас всех. Для нас, для России, как мы себя поведём, насколько мы будем открыты, насколько мы будем вести следствие совместно с поляками. Но даже сейчас основная версия происходящего, пока не официальная, но основная, это ошибка пилота, ошибка экипажа. Ну знаете, но экипаж легче всего списывать, потому что экипажа нет, и вроде взятки гладкие. Никто не виноват. Но у нас здесь присутствует... Но уже был найден, насколько я знаю. Да, уже началось. Мы знаем, что генпрокуроры буквально через несколько часов... Да, у меня оперативные выстрелы. ...тактиры в Резиады говорили со совместных следственных действий. Вот эта катастрофа была очень, на мой взгляд, похожа по многим обстоятельствам. В своё время разбился, кажется, наш Ил-18 при подлёте к Белграду. Летел очень высокопоставленный советский тогда военный. И он летел на своём самолёте со своим пилотом. А пилот просто не знал, что около Белграда есть небольшой, но достаточно заметный холм. Он этого не учёл в полёте. А когда своя команда, свои лётчики очень классные, они, конечно же... Вот мы как раз хотели сейчас, Александр Солко, задать вопрос, потому что... Может, рискнуть, чем остальные. Насколько я знаю, вам приходилось, бытность вашу лётчиком, перевозить высокопоставленных чиновников. Вот расскажите, как это происходит. Всё-таки как-то отличается же от рейсов простых пассажирами, вот скажем, рейсовыми. Что называется, эффект борта номер один. Да, мне приходилось не только перевозить, но и руководить с частью, которая осуществляла перевозку руководящего состава Министерства обороны. И сейчас мне говорить о виновности некорректно, а о вероятности и причинах этого происшествия вполне можно. Явно погода не соответствовала, о чём объявили все средства массовой информации. Более того, насколько я знаю, пилоту предлагали сесть в Минске и в Москве. И настоятельно рекомендовали пилотам сесть на другие аэродромы. Но вот здесь есть несколько факторов. Когда старший начальник, находящийся на борту, очень давит, мне надо здесь, вот именно здесь и сейчас. Тем более, что траурные мероприятия должны были начаться через час. И если бы они приземлились в Минске или в Москве, они бы просто не успели. И лётчики, нормальные лётчики, которые работают, вот обеспечивают перевозки высших должностных лиц, вот в мою бытность. Первое, что уметь противостоять давлению главного пассажира на борту. И не идти у него на поводу. А вот именно близость личных пилотов, она вещь опасная. И особенно, если её никто не контролирует. Как бы экипаж уже идёт на поводу у пассажира и входит в его положение. Что ему надо быть там. И вот он уже готов идти на риск, на неоправданный риск. В вашей практике были такие случаи, когда на вас пытались оказать такое давление? В моей практике многократно такие случаи были. Ну как, снимали с должности минут так на 30, потом восстанавливали. Пока не сели? Нет, я не давал взлетать. С вами программа «Свобода мысли». Мы продолжаем разговор о том, что могло произойти в том самолёте, который так трагически не совершил посадку под Смоленск. Опытные военные лётчики польских ОВС. Четыре раза они заходили на посадку. То есть это, видимо, не только фактор давления, но ещё, наверное, в чём-то уверенности пилота, что он всё-таки мог бы посадить. Это же не со второй попытки произошло. Уверенности как раз-то чувствоваться не хватило. Существует, потому что они пошли по более низкой глиссаде. Желание было идти ближе к Земле, чтобы раньше её увидеть на подходе к полосе. И суметь сесть. Есть такие улёртки лётные. Говорит, есть всё равно. Это понятие минимум. То есть комплекс, аэродром, самолёт. Лётчик может быть безопасен. Аэродром не может принимать воздушные суда определённого типа при условиях не хуже. Самолёт не может выполнять посадку, никакой лётчик его не посадит, при метеусловиях не хуже. И экипаж обучен при не хуже. Вот здесь всё хуже было. Давайте мы сейчас, может быть, о четырёх заходах на посадку. Это ни в коем случае не свидетельствует о том, что пилоты хотели именно тут сесть. Пилоты как раз по нему выходили каждый раз без уверенности в том, что они благополучно посадят самолёт. Иначе бы не было четырёх заходов. Четырёх заходов – это очень редкая ситуация. Вы бы хотели обратиться. Вы старший диспетчер, насколько я знаю. Вот с точки зрения людей, которые работают на земле, и, может быть, вы знаете Смоленский аэродром, какое там оборудование стоит. Что вот с точки зрения диспетчера? Нет, я Смоленский аэродром не знаю, но с точки зрения специалистов службы движения можно сказать одно. Раз экипажу рекомендовали уходить на альтернативный аэродром посадки, значит, метеоусловия не соответствовали минимуму. То есть, возможно даже, что так как, как сказал, аэродром находится в лесу, и это даже не аэропорт, вероятно всего, даже оборудование не позволяло производить посадку в таких метеоусловиях. То есть, аэродром физически не мог принять данные, любое воздушное судно, не обязательно Ту-154. И о чем, видимо, сообщали экипажу воздушного судна. Но воздушное судно летело под флагом иностранного государства, и в этих условиях диспетчер службы движения может только сообщить экипажу о том, что происходит на земле, и рекомендовать уход на другой аэродром, ждать. К сожалению, в данном диспетчере... Он имеет право диспетчер отдавать приказы? А он может запретить посадку? Нет, диспетчер не может запретить посадку в воздушном... посадку экипажу. Последнее слово всегда за командиром воздушного судна, за экипажем. Это касается любого полета или полета с первыми лицами? Ну, вообще, это касается, во-первых, я сказал, экипажа, которые летят под флагом иностранного государства. То есть я, как диспетчер, я информирую экипаж о том, что имеются такие метеоусловия. Экипаж принимает решение садиться ему, ждать, либо уходить куда-то. Роман Владимирович, возможно ли, что борт номер один шел на посадку в аэропорт, оборудование которого в данных погонных условиях не было приспособлено, ну, как изверь, не было приспособлено к такой посадке? Это первый вопрос. И второй, как могло случиться, что у президента Польской Республики был самолет, которому 20 лет, и этот самолет, в общем, уже несколько раз был в очень рискованных ситуациях и в Монголии, и в Тбилиси, и в Баку? Действительно, ни самолет, ни аэродром не соответствовали тем погодным условиям, с которыми они столкнулись. В этой ситуации, та информация, которая была, да, действительно, диспетчер сообщил, предложил уйти на запасной аэродром, командир принял решение сажать самолет. Ну, я понимаю, да, это эффект присутствия и первого лица, но бывает, вот, соверши чудо, посади самолет, и он готов, без уважения к своему пассажиру, да, сделать это. Ну, вот, к сожалению, наверное, это и привело к таким тагическим последствиям. Что же касается самолета, ну, я бы не стал говорить вообще, оперировать вот этими понятиями возраст самолета. Возраст самолета, он совершенно не важен. Данный борт, он прошел капитальный ремонт, так называемую тяжелую форму, в прошлом году на заводе «Авиакор» в Самаре. Что такое тяжелая форма? Ну, я понимаю, что не многие бывают в авиационных заводах, но это, представьте, вот самолет разбирается практически полностью. То есть с него все снимается, все, что только возможно, и частично разбирается фюзеляж. Каждый винтик, каждый болтик, каждый агрегат, каждое устройство проверяется, тестируется, отлаживается, то, что нужно, и выработал свой ресурс, меняется. Фактически с завода выходит новый самолет. Ну, просто была информация, в том числе в польских СМИ, что какое-то время назад было внесено предложение в польское правительство о покупке новых самолетов. В 2008 году именно было внесено такое предложение. Более того, рассматривался вопрос о том, что это будет «Боинг». Приобретение «Боинга» или «Аэрбаса», но проведя анализ, оценив саму машину, оценив хотя бы те факты, что Ту-154 считается достаточно надежной машиной, и огромная, там, 40-летняя история эксплуатации этого самолета показывает, что это действительно надежная машина. Ну, помимо этого, извините, что перебиваю, насколько я знаю, еще общественность выступила достаточно активно против, сказав, что налогоплательщики, мягко говоря, не хотят позволить себе такой дорогой самолет, что Ту-154 обеспечит некую оптимальную, как это было сказано, безопасность. Ну, при всем при том, что, насколько мы знаем, Ту-154 все-таки снимается со следующего года, да? Нет, Ту-154 не снимается принудительно. Эти самолеты могут летать вплоть до выработки назначенного ресурса. Для каждого самолета он свой. Сейчас они выводятся из эксплуатации нашими компаниями, но совершенно по другой причине. Просто они проигрывают в экономике современным западным самолетам. А то, что правильно сказал Ксения, действительно, экономический фактор был, может быть, решающим, но, несмотря на это, самолет все-таки доверили нашему заводу. Более того, даже интерьер, который был оборудован, и все устройства, которые были установлены в этом самолете, делались нашими российскими компаниями, не западными. Это показатель доверия, высокого доверия, несмотря на все сложности во взаимоотношениях между Польшей и Россией, доверие к нашей стране, к нашему производству, к нашим самолетам. Я как человек, не понимающий в этом ничего, но предполагаю, что если я пилот, я лечу, то у меня должны быть приборы какие-то, которые мне покажут расстояние до земли. Или до каких-то предметов, скажем, деревьев или домов. Нету такого? Есть приборы, которые показывают и нахождение в створе полосы, и высоту, и барометрическую, и радиовысотомер меряет высоту и показывает ее с точностью до метра. Действительно. Это и дело, Александр Валерьевич. А почему? Они же видели, что под ними деревья. Не видели. Туман. Я даже переформирую, это вот очень важный вопрос, действительно, возникает в голове любого обывателя. Нет, ватывает деревья. Александр Валерьевич, дело в том, что многие эксперты после этой аварии говорили и убеждали нас в том, что в современной авиации, в отличие от начала авиационной истории, уже, безусловно, все зависит не от пилота или от того, туман или не туман, как погодное условие. А техника выстроена таким образом, что даже ошибка, она дублируется. Даже любая проблема техническая, которая есть, и отказ двигателя, она, соответственно, все равно решается. Вот каким образом тогда в конце мы получаем информацию о том, что самолет соперяется за ветку дерева? Нет, сегодня не оборудованы летательные аппараты такими устройствами, которыми производили посадку автоматически. То есть летчику все равно приходится добирать, особенно вот эти последние метры. Оборудование техническое есть. Буран сажали наш, ой, к тому же лет 25 назад, в космонтроле Байконур, без летчиков. То есть оборудование, в принципе, такое создано. Но оно, а, дорогое, и пока еще людей не приняли решение менять. Дорогое даже для польского президента? Да, даже для нашего тоже. И для американцев. Они что, пилоты смотрят с глазами, куда садятся, и все? Пилоты... А как же в тумане тогда они сажали? Так, пока не видна земля, земля, машину не посадишь. Знаете, могло быть... Просто я вожу на автомобиль, если я не вижу, куда еду, я не еду. Вопрос возникновения во главе с Путиным. Совершенно верно, да, давайте подождем. Выводы из вас суждают местности. Я говорю достоверно, как произошла эта катастрофа. Я хочу сказать, что трагедия, которая произошла, она очень тяжела для польского народа и для нас тоже. Мы живем рядом с этим народом. Вы представляете, ведь на борту этого самолета летели не только руководители Польши, на борту этого самолета летели и родственники тех, кто погиб в Катыни в 1940 году. То есть это двойная смерть в этих семьях. И, конечно, глубина этой трагедии, она нашла отражение в тех словах, которые сегодня были высказаны президентом и премьером. Такие слова, как тяжелейшая ужасающая трагедия или что президент сказал, что он потрясен случившимся. Причем вы обратите внимание, что реакция была практически мгновенной. То есть это показывает, насколько глубоко в России воспринято то, что произошло с этим польским самолетом и то, что случилось, опять же, в Катыни, который действительно приобретает какое-то мистическое звучание в российско-польских отношениях. Вы задавали вопрос, как повлияет это на наши отношения. Я абсолютно согласен с теми, кто говорил, что это повлияет, это общая трагедия, которая нас будет сближать. И я думаю, что реакция, та, которая была в субботу, она очень показательна в этом плане. С вами по-прежнему программа «Свобода мысли». И мы обсуждаем, как трагические события, которые произошли под Смоленском, могут повлиять на российско-польские отношения. Вот если бы все-таки самолет приземлился в Минске или в Москве в политическом плане, где бы было выгодно сделать это приземление? И наивно говорить, что важно, чтобы люди остались живы, где бы не приземлился самолет. Но даже в этот такой тяжелый день, трагический день, мы должны говорить о том, что, возможно, через такую трагедию, через такой ужас заканчивается очень тяжелое десятилетие отношений между Россией и Польшей. И это не только полувраждебных отношений двух стран. И действительно, в этом есть какая-то мистика. Но что-то надо было делать. И этот процесс начался с Катыни, с посещения премьера в Катыни. И то, что произошло, может быть, только подтолкнет нас к сближению. Потому что когда-то мы с Адамом Михником создали, Александр Георгиевич знает, такой круглый стол российско-польской культурной и информационной интеллигенции. И в последние годы этот круглый стол собирался, когда он был в Варшаве, это была буквально подпольная встреча. Потому что в Польше считалось, что любые отношения с Россией, они могут дискредитировать человека, любого человека. И поэтому все, что происходит, действительно правильно сказал Александр Сергеевич, это носит некий мистический характер. Мистика еще и в том, что несколько лет назад в Варшаве умер наш замечательный дипломат посол Афанасьевский. Мистика в том, что бывший посол в России, известный диссидент Стефан Миллер, вернувшись в правительство Качинского, министром иностранных дел, вынужден был уйти оттуда и тоже умер. Вот не знаю уж от каких причин. И вот это все время над витает трагедия. Наконец, о том, что мне совсем уж близко, об информационном поле. Ведь его не существует между Россией и Польшей. Польша не маленькая страна, это один из столпов Европы. Тем не менее, в российских средствах массовой информации о Польше нет ничего, вообще ничего. А в то же время Польша очень внимательно следит за всем, что происходит в России. И довольно подробно действительно там пишут. Там нет российских корреспондентов, там нет российского телевидения в Польше. Мы в России ничего не знаем, как живет Польша. У нас этого нет ни в статьях, ни в телевизионных репортажах. А если есть, то сиротик такой. И поэтому, может быть, окончание этого ужасного десятилетия, может быть, это начало совершенно новой эры в наших отношениях, в том числе и в отношениях информационных. Владимир Иванович, вот, исходя из того, что Виктор Игоревич сказал, очень же важно, чтобы и в Польше не использовали сейчас вот этот момент для пиара тех сил, которые сейчас захотят в Польше прийти к власти. Говорить о том, что это вызовет какой-то такой очень сильный, как бы, негативный отклик с каким-то антироссийским душком, я бы не стал. Дело в том, что вообще я прожил в Польше 10 лет своей жизни, в том числе и дипломатической. И могу сказать, что поляки очень народ, чувствующий свое горе, но и понимающий тоже другие народы в их горе. Ведь Катынь это место захоронения не только польских военнослужащих. В Катыне как минимум 200 тысяч лежит советских граждан. И этот лес, он как бы нас с самого начала объединял памятью о павших, о безвинно утративших свою жизнь. Поэтому, я думаю, здесь, наверное, все-таки хочется верить в то, что пойдет именно этот процесс, процесс примирения дальнейшего, процесс лучшего чувства друг друга, своеобразия двух народов. Потому что порой это своеобразие, оно затеняет то, о чем говорил Александр Сергеевич. Именно такую ментальную близость нас и поляков. А то, что найдутся какие-то голоса, которые будут пользоваться этой ситуацией для поднятия своего рейтинга, или для каких-то других вещей, в любом обществе это есть. Конечно, историческую справку, и чтобы восстановить, ну, правду историческую. Ну, во-первых, в России не знают, что официально факт расстрела польских офицеров НКВД признан в 1990 году. Это было официальное признание. Официальное сообщение, 13 апреля, Горбачев передал, Горбачев передал, украинское в то время КГБ, то, что передало все данные польским по поводу расстрела под Харьковом. Там, кстати, передали и фамилии. Поэтому эта как раз история показывает, что официально эта правда была признана, потом Ельцином. А вот как надо было 20 лет, чтобы от признания правды прийти к каким-то совместным акциям и сделать это горе общим горем. Но одно короткое замечание по поводу, почему, Виктор, это по почему Польша ушла. Мы сами в этом виновны. Потому что надо быть честными. В рамках СССР, в рамках мировой системы Польша присутствовала в культуре и так далее. А что произошло в 1991 году? Произошла наша революция. Полный, как ты помнишь, открылся железный занавес. И все наше внимание ушло из Восточной Европы. И все стали жить тем, что происходит в Нью-Йорке, Вашингтоне и в Лондоне и Париже. Надо сказать правду. Мы сами виновны. И, кстати, осложнение этих отношений во многом произошло потому, потому что это кто занимался Польшей. Помните, в начале 90-х в нашем институте, я еще тогда дам директора. Никто, никто в правительстве Ельцина не интересуется Польшей, не интересуется этими проблемами. И практически было в 90-е, исчезли специалисты, структуры, которые занимались Польшей. Надо уже правду говорить до конца. А, Владимир Владимирович, Вы с этим согласны? Ну, я отчасти согласен. Действительно, у нас пропали специалисты, у нас остались специалисты предыдущего и еще более старшего поколения. И, в частности, когда мы формировали группу по сложным вопросам, вот такой серьезный контраст. Польская группа – это люди от 35 до 50 в основном. Русская группа в основном, хотя мы старались найти тех, кто, ну, вот в таком, помладше, да? Очень много людей, тех, кому за 70 лет. Полонисты, профессиональные полонисты. Это действительно проблема. Почему тогда нам так много времени понадобилось для осознания, для поколения? Ну, на самом деле, я думаю, что здесь не все так плохо в российских-польских отношениях. Просто зачастую те достижения, которые реально существовали, они как бы не были известны и по всей день зачастую неизвестны широкой публике. Ну, в силу ряда причин. Но не могут быть плохие отношения российско-польские по объективным причинам, хотя бы потому, что Россия для Польши второй внешнеторговый партнер. Существуют различные диалоговые механизмы. Существуют, и это, конечно, заслуга последних двух-трех лет. Мы дошли уже до того, что зачастую вместе это такие мелкие сенсации, которые могут заметить, наверное, профессионалы. Вот 6 апреля на прошлой неделе было совместное обращение министров иностранных дел России и Польши в Еврокомиссию. Фактически, если это перевести на такой понятный обывательский язык, это просьба поменять шенгенские правила. Это совместная просьба страны, не входящая в Евросоюз и входящая. То есть целый ряд вот этих наработок. Хорошо. Тогда, Артем Владимирович, объясните, может быть, на дипломатическом языке мы вот чего-то не понимаем. Вот этот приезд в Катынь, именно на начало траурных мероприятий, он был неким ключевым моментом? Почему президент так туда рвался? Почему он был здесь в Нинске или в Москве? Нет, президент был несколько раз. Другое дело, что об этом громко не говорилось ни в России, ни в Польше. И здесь себе определенную ловушку создал сам в свое время покойный Лех Качинский. Когда в ходе предвыборной кампании он заявил это, было сделано в дискуссии, острый, где-то с определенным антироссийским подтекстом, что он первый не окажется в Москве с официальным визитом. Мол, слишком часто его преемники, предшественники, тот же Квасневский, ездили в Москву. То есть все-таки в этом был антироссийский? То есть это была кампания. Естественно, это заметили в Москве. И вот когда президент Качинский ему внутриполитически, по своим душевным соображениям, надо было приезжать в Катынь, и он там был. Он встречал с делегацией, его сопровождали с российской стороны люди непрезидентского уровня. Это были представители российские, внешнеполитические чиновники. То есть он сюда приезжал. Этот визит уже просто стал более широким, более известным для публики, потому что он ушел вслед за премьерским. Он опять-таки не носил официального характера. Но вот мой вопрос в этом и заключается. Это было ключевым попасть именно в Смолен? Нет, ключевое было 7 апреля. Я даже скажу, что этот вопрос, он достаточно долго развивался. Александр Сергеевич говорил, что в 1986 году он впервые был поставлен реально в повестку дня российско-польских отношений. Он очень трудно шел, потому что, во-первых, не было действительно документов, подтверждающих то, что это сделало НКВД. Эти документы появились только в конце 80-го года. Известный советский историк тогда Парсаданова нашла в одном из региональных архивов перечень, список тех, кто содержался в одном из лагерей для перемещенных лиц. Оказалось, что это польские граждане, интернированные в 1940 году. Потом по спискам им выдавали довольствие, по этим спискам начали устанавливать фамилии этих граждан. И потом оказалось, что эти списки совпадают с тем, кто был расстрелян в 1940 году в Катынском лесу. Дальше политически этот вопрос, конечно, встал во весь рост после 1991 года. Когда была найдена папка известная Политбюро, в которой содержалось решение Политбюро Сталинского о расстреле польских офицеров. Причем трагедия, на мой взгляд, состоит в том, что, смотря на эти документы, приходишь к выводу, что их расстреляли, потому что не знали, что с ними сделать. Просто не знали, куда этих людей деть. Они мешали их, куда-то надо было пристроить, а тогда иначе, как пристроить на тот свет, ну, наверное, по-другому голова не работала. Вот. И по существу, во время визита первого президента Ельцина в Польшу в 1993 году, состоялось признание этого факта публично. Кстати, у Ельцина в тот день страшно болела спина. Ему надо было пройти на кладбище в Полонсках примерно метров, наверное, 700 к могиле символической тогда жертв в Катыни. И рядом стояли представители семей катынских, тех, у кого родственники погибли. Ельцин подошел к ним и сказал, простите. И я думаю, что это был самый яркий факт на пути нашего примирения, примирения относительно Катыни. Но в целом, наверное, вот то, что состоялось 7 апреля, когда два премьера у Камня Катынского возложили цветы, преклонили колено, я думаю, что это действительно открытие, какой-то начало нового совершенно качества отношений между Россией и Польшей. А к 9 мая в Москве появятся плакаты со Сталиным. Да, вот как должны поляки на это все реагировать? Пожалуйста, я на этот вопрос отвечу. Значит, что касается не знаний. Вот я могу сказать о себе, что я знала об этом с 70-х годов. Лично я. Мне сказал мой отец. Когда, как эта программа была по телевизору, и говорили о том, что вот немцы в Катыни расстреляли фашисты, и мне он сказал, дочка, не верь этому, это расстреляли Советы. Откуда он знал? Народ знал, и вообще народ в Польше. Об этом он знал всегда. Откуда они знали? Я не знаю. Ну, откуда, ну, кто жил в Польше? Володя, ну, помнишь, было... Ну, все знают. ...парижское издание, все эти два громадных тома. А в России не знали, вы понимаете? Дайте я договорю, поляки как могли не знать? Два тома, ведь как же НКВД? Отправила группу, потом пришел приказ четырех офицеров переслать Андерсону. Их, ну, еще тогда 40-й, но, в общем, нет. Их назад. Они едут в том же Польше. Они снимают, фотографируют все надписи. Все это, Вайда, откуда все это взял? Людей ничего не спрячет. Это все было опубликовано. Мы продолжаем очень непростой разговор в студии о трагических событиях, которые произошли 10 апреля под Смоленском. Давайте мы сейчас... Позвольте я еще два слова скажу, что менталитет поляков и русских, он разный. Отношение к усопшим в Польше совершенно другое, чем в России. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, допустим, если у меня в 19 веке умерли предки, то их могила, вот если вы придете на кладбище, увидите могилу моих прапрошуров, то она стоит вся в цветах. Как будто вчера похоронена. Это в нашей традиции ухаживать, помнить, молиться за них, поминать. Вы имеете в виду, что в России в стране этого нет? Надо быть очень аккуратным. До революции, кто помнит, кто знает, до революции смотрели кладбище по 100 лет. Вы терявшие родных своих, они вспоминают. Это не потому, что они... Вы знаете, уже абсолютно право. Да, вот даже этими словами сейчас вы можете обидеть людей, наших российских граждан. Я никого не обижаю. Я просто хочу сказать, что обиде Польска состоит в том, чтобы поминать. И вот Катынь как раз тот вопрос, который как раз непонятен для русских, чего они, поляки, хотят. Нет, Паня Рома, я не могу с вами согласиться. Я думаю, что... Это, понимаете, это очень важно, что это традиция польская такая. Они хотели поминать это, они хотели это выяснить, они хотели просто вот, чтобы это было общий звезд. Вы согласны с этой точкой? Я бы сказал чуть-чуть по-другому. Слава Богу, это выяснилось. Главное было действительно донести до публики, убедить публику и часть вот этих, извините меня за такое слово, упертых людей, которые из политической элиты, которые ходили и постоянно вытаскивали или крутили шарманку с этой версии, там, дипломат-прокурора Вышинского, да, о том, что это сделали немцы. Та речь, которая прозвучала вот на мемориале, то, что сказал Путин, он очень сделал важную вещь. Он сказал Акатыни, он сказал, что это преступление, много раз это повторил, но он написал это, главное, в очень широкий антисталинский контекст. И это очень серьезный удар по вот тем спекулянтам внутри российских, которые там поднимают на свои там знамена за эти старые, абсолютно лживые версии. Артем, еще один важный момент. Ведь Владимир Владимирович приехал в Катынь 7 апреля, а 12 апреля, это как раз дата начала расстрелов. То есть это как бы еще и подтверждение того, что это случилось именно так, как это случилось. Абсолютно. Проблема Катыни, проблема преступления НКВД, и Катынь как вот общее место общих усопших именно жертв и среди советских людей и так далее, она сейчас стала как раз в связи с тем, что это серьезная проблема, что сопротивление правде о сталинских репрессиях, как ни странно, и это я беру, стало в последнее время сильнее, чем было на исходе советской власти. Вот в чем же серьезная проблема. Сталинская эпоха, это эпоха массовых преступлений. Были совершены массовые преступления, была практически вырезана, и причем не только сталинская, надо и честно говорить. Которому нет оправдания. Путин не случайно говорил, тоталитарные режимы, это соответствует тому мировоззрению. Нет особой сталинской системы. Эта система возникла в 17-м году. Ничего нового Сталин придумал. Ни ЧГА, ни железный занавес, ни массовые расстрелы, ничего нового. Другое дело, он довел ее до максимума. Вот осознание того, что вот эта система античеловеческая, и на самом деле, с точки зрения судеб народа в России, русскому народу, многого ничего не дала, если этого не придет в сознание людей, то и не будет... Об этом речь. А сколько десятилетий или лет, сколько нужно времени для того, чтобы это покаяние действительно стало полным, и вот пришло в такой жесткой форме. Как вы считаете? А вот мне кажется, Ксюш, что вашим поколениям друг с другом уже делить нечего. Уже нету этого страшного послевоенного ощущения, спора Сталина, холодного дыхания, вот этого сталинской эпохи на плечах. И я думаю, что просто следующее десятилетие может быть вполне успешным, ведь из наших отношений еще ушел... Еще одно препятствие ушло, оно, конечно, не такое, как Сталин, как Катынь, но это очень серьезное препятствие. Оно называлось Ющенко, это препятствие. Оно тоже ушло. Нас очень разделяло то, что Польша поддерживала национализм, крайнюю степень национализма на Украине, к которому мы относились так болезненно. И мне кажется, что это какое-то возрождение новых отношений через трагедию, что очень часто в жизни происходит. И к этому сейчас нет никаких препятствий. Препятствий нет, мне кажется, что не так все... Вы можете спросить как раз студентку из Польши, Марта Джеджеса, смотрите, как Польша относится к этому заявлению Владимира Владимировича и в последующем событии. Ну, конечно, в Польше, но это большой траур, национальный траур. Конечно, им ничего не поделаем. Но я хочу лично сказать, что мне очень-очень же тоже наши первые данные, о которых никто сегодня еще не сказал, кроме всех наших руководящих. А другое дело, мне очень приятно прислушиваться тому, что здесь мы разговариваем, просто и тому, что русские считают, что высказывается насчет русско-полских отношений в прошлом, как и в будущем. Мне это очень приятно, я даже удивлена, но... Да, вот то, что Виктор Игоревич говорил, что не так все просто. Ну, тут, конечно, нельзя заниматься идеализацией, я сейчас не срезу за Польшей, но там иногда попадают газеты польские, ну, и Володя-то знает. Есть же часть интеллигенции, в чем нас отличают не только лучшие черты, но вообще все черты. Вот когда говорят о русских, имперская нация, мои дорогие, поляки тоже имперская нация, и они в отличие от нас от Можа до Можа, прошепана. И вот это ощущение того, что вот территория Украины... От Можа до Можа. Да, от Можа, и посмотрите, идите в Вавель, если после восстановления вы приходите на второй этаж, значит, карта, значит, Польши, и там показано Киев, и Смоленск, кстати, и почему Катыни, и Смоленск же самый полезный. Поэтому какая-то часть политической элиты действительно пыталась, и это правда, использовать вот эти националистические тренды на Украине, для как бы, ну, если не восстановления старой империи, то вот все большего отторжения бывших польских земель. История вообще очень тяжелая штука. Это было. В каком плане? Ее нельзя забывать, но лучше ее в современной жизни не применять. Абсолютно не применять. Почему? Потому что, возьмите историю любой страны, она вся нацелена на то, чтобы подчеркнуть, что в истории этой страны никаких плохих моментов не было. Все-таки вот эта похожесть, вот о том, о чем говорил Владимир Иванович, великодержавность России и Польши, не в политике, да, она не нужна, это 21 век, а великодержавность мышления, в смысле широты мышления, она делает и Польшу, и Россию очень серьезными игроками европейской мировой сцены. – Артем, вот так как нам надо уже подводить итоги программы, скажите, пожалуйста, вот по вашему ощущению, молодое поколение Польши, молодое поколение россиян, у них есть шанс вот на это сближение? – Я думаю, абсолютно, потому что здесь нет никакого объективного барьера. Это страны приближены географически, как мы сказали, ментально связаны объективными экономическими узами, дружескими, зачастую семейными, так что здесь действительно нет никаких барьеров. – Мы бы хотели сейчас на экран вывести список погибших в этой жуткой авиакатастрофе, и мы предлагаем почтить их всех минутой молчания. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Продолжение следует...